Продолжение следует... Как можно усилить предпринимательский настрой, предпринимательский дух, предпринимательский подход в наших странах с помощью регулирующих воздействий, с помощью оптимизации норм регулирования. Можно по-разному заниматься предпринимательством, можно делать более доступным кредит, можно обучать людей предпринимательству, можно пропагандировать предпринимательство, а можно делать доступными, понятными и удобными предпринимательские процедуры. Наверняка многие из вас знают, что в России уже два года действует так называемая национальная предпринимательская инициатива, в рамках которой предприниматели совместно с чиновниками разрабатывают так называемые дорожные карты. Эта инициатива принесла свои плоды. В прошлом году мы достаточно серьезно на 20 позиций продвинулись в рейтинг Doing Business, который формирует Всемирный банк. Эта инициатива дала очень много любопытных выводов и наблюдений о том, как реагируют государственные органы на попытки улучшить бизнес-среду, как они сами улучшают бизнес-среду. И сегодня у нас есть уникальная возможность. Здесь встречаются руководители и российских, и нероссийских структур, занимающихся поддержкой бизнеса, регулированием бизнеса. Уникальная возможность поделиться опытом вот такого регулирования и каждому из нас вынести что-то для себя, для своих компаний, те из вас, кто представляет государственные органы, для своих государственных органов. Я хочу представить гостей. Вадим Живулин, руководитель департамента Министерства экономического развития России. Денис Миндаугас, руководитель департамента малого бизнеса Литвы. И Тапио Силк, представитель Финляндии, финской структуры по поддержке бизнеса. Также к нам должен присоединиться Андрей Цыганов из Федеральной антимонопольной службы. Я так понимаю, что он как раз к нам присоединяется. Пожалуйста, Андрей, ваше место. Формат нашей работы будет простым и достаточно типичным для такого рода панельных дискуссий. Каждому из наших гостей я предоставлю возможность высказаться 7-8 минут на некоторый мини-доклад, мини-спич о тех моментах поддержки бизнеса, о тех моментах регулирования, которые вы считаете важным сегодня осветить. По ходу дела у нас будет небольшая дискуссия здесь в рамках круглого стола. И далее я предоставлю возможность представителям зала, наших слушателей, аудитории, также задать свои вопросы. И поскольку из четырех наших гостей Вадима Живулина нужно будет чуть раньше нас покинуть в связи с участием в другом форуме, я первым предоставлю ему слово. Я знаю, что у него есть очень интересные цифры, выводы и наблюдения об оценке регулирующих воздействий. Вадим, прошу. Добрый день. Спасибо, Глеб. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел бы поблагодарить за возможность на столь интересном представительном мероприятии выступить и рассказать о наших взглядах и подходах к тому, каким образом должен регулироваться бизнес, деловая активность, предпринимательская деятельность. И в этой связи, поскольку я представляю Департамент оценки регулирующих воздействий, то мне бы в первую очередь хотелось говорить о том, каким образом сегодня законодательство, его массив нормативных правовых актов влияет на предпринимательскую деятельность. Начну с того, что буквально несколько лет назад, в 2010 году, было принято правительством решение о внедрении в нашу правотворческую практику такой дисциплины, если хотите, как оценка регулирующих воздействий. Суть в чем? Суть заключается в том, чтобы проанализировать проект нормативного правового акта еще до того, как он будет принят, на предмет эффектов, которым он приведет, в случае, если этот проект будет в дальнейшем реализован. Собственно, вроде бы, с одной стороны, ничего революционного, казалось бы, обычная практика, но до недавнего времени ее не было. И с момента внедрения ОРВ в деятельность органов власти, по сути дела, произошел такой прорыв, или, если хотите, революция, эволюция правотворческого процесса. С этого времени на разработчиков возложена обязанность анализировать те эффекты, которые произойдут, если будет принято решение, будет принято регулирование, анализировать риски, которые могут сохраняться, если то или иное нормативное требование не будет закреплено. Собственно, с того времени прошло не так много лет, чуть меньше четырех лет процедура ОРВ проводится, но уже есть кое-какие результаты. И мне бы сегодня хотелось говорить не столько про итоги оценки регулирующего воздействия, о них, если будут вопросы, готов буду рассказать чуть более подробно. А мне бы хотелось подсветить те тенденции, к которым мы пришли, которые мы увидели, проводя эту работу. Но, собственно, первое, на что мы сегодня обращаем внимание, это тот вал нормативных правовых актов, с которым приходится работать. И ладно бы только нам, а ведь это, собственно, те решения, нормативные документы, которые в дальнейшем регулируют предпринимательскую деятельность. Да, не оговорился, ОРВ в первую очередь касается именно регулирования предпринимательской и деловой среды. Так вот, за то время, пока мы занимаемся оценкой регулирующего воздействия, мы видим ежегодное нарастание количества проектов, нормативных актов, которые призваны решить те или иные проблемы. С чем это связано? Вопрос неоднозначный. Возможно, это связано с количеством проблем, которые нарастают. Возможно, это связано с увеличением активности самих разработчиков, органов власти и так далее. Есть целый ряд других вещей. Сейчас предпочел бы говорить скорее о том, что с этим делать. Так вот, в итоге, если вы видите на слайде, за последние несколько лет отмечено серьезное увеличение количества документов. В первую очередь это касается ведомственных приказов. Ведомственные приказы сегодня становятся практически, ну уж если не единственным, то уж точно одним из основных способов регулировать общественные отношения, деловую активность. Их количество доминирует по сравнению со всеми другими документами. И вот весь этот вал нормативной работы, он серьезно насложняет деятельность как органам государственной власти, поскольку они сегодня фактически все практически конкурируют между собой по количеству выпускаемых документов. Так и безусловно затрудняет предпринимательскую активность, снижает ее, поскольку вот такое количество требований, оно первое требует определенного приспособления, адаптации к ним, оно требует пересмотра своих контрактных обязательств с партнерами и так далее, и так далее. И по сути дела одна из тенденций, которая крайне негативная сегодня вырисовывается, связана с тем, что нормативный правовой акт перестает восприниматься бизнесом или регулятором как основной и единственный источник норм. Поскольку их количество растет, на них не успевают реагировать сами деловые сообщества, то сегодня нормативные правовые акты во многом выпускаются в большей степени для органов власти. И еще одна из сложностей, с которой мы тоже столкнулись или стали очевидцами происходящего, заключается в том, что целый ряд документов устанавливает требования к разработке нормативных правовых актов. Не всегда эти процедуры идеально синхронизированы, не всегда есть четкая логика процесса правотворчества. И в этой связи вот тот документ, который на выходе принимается, он зачастую, зачастую его не удается в полной мере очистить от вредных, избыточных норм, требований, хотя сегодня вся деятельность ровно на это и направлена. И, наверное, в том числе по этой причине, вот в ходе проведения оценки регулирующего воздействия мы имеем такую не самую радостную статистику, когда больше трети документов признаются вредными или устанавливающие избыточные требования, вот, собственно, по вышеизложенным причинам. Что с этим делать, как быть? Процесс действительно очень сложный, но нужны какие-то, с одной стороны, простые, с другой стороны, сложные системные решения. У нас такие решения сегодня есть, мы готовы их предложить. Уже, собственно, часть из них озвучивали. Они не являются чем-то таким сверхъестественным, революционным, с одной стороны. С другой стороны, это решения, которые до настоящего времени всерьез никем не были обозначены. Первое, на что хотелось бы обратить, это, да, все эти решения связаны с тем, чтобы к процессу разработки нормативных правовых актов, которые бы устанавливали требования к ведению предпринимательской деятельности, установить целый ряд ограничений или условий, если хотите. Одно из таких условий, это принцип, такой англоязычный, известный термин, one in, one out, требования, в соответствии с которым разработчик, устанавливая определенные обязательства или условия для ведения деятельности, должен одно из уже существующих отменить, ослабить, для того, чтобы не возникало накопительным эффектом все больше и больше таких требований. Второй принцип, он намного более прогрессивный и сложный, это принцип one in, two of, когда к разработчику предъявляется требование не только не устанавливать новые требования, все время балансируя, модифицируя какое-то требование, ослаблять уже существующее, либо его заменять. А принцип еще более такой сложный, устанавливая новые требования, отменять два предыдущих, чтобы не только сохранить некоторый баланс этих обязательных условий ведения деятельности, но и постепенно сокращать количество таких требований. Следующие меры, которые, на наш взгляд, могли бы быть довольно эффективны, они тоже достаточно хорошо известны, они на слуху, они касаются переходных периодов и переходных положений. Сегодня это становится практикой в работе регулятора, когда постепенно требование о наличии переходных периодов уже не воспринимается как чем-то что-то противоестественное. Уже всем понятно, что бизнесу, органам власти, участникам отношений нужно время для адаптации, для того, чтобы перейти к этим новым правилам игры, нужно время для того, чтобы, еще раз повторяюсь, законтрактоваться, пересмотреть бизнес-планы и прочее. Сегодня по целому ряду документов уже фактически переходные периоды устанавливаются, и это можно в определенной степени считать победой в существующих условиях, но они пока нигде, кроме как требования разработки технических регламентов, не установлены. Второе важное положение, да, и еще здесь, прошу прощения, забыл об одной очень важной вещи, это так называемые сроки вступления в силу требований, которые бы касались ведения бизнеса. Уже тоже неоднократно обсуждалось и в экспертных кругах, и в СМИ история, связанная с тем, что нормативные правовые акты, устанавливающие требования или условия для ведения бизнеса должны вступать ограниченное количество раз в силу. Это может быть один, два, три, возможно, срока вступления в силу, но они должны быть фиксированы, дабы давать возможность, опять же, подготовиться к новым условиям, новым требованиям стороны регулятора. И, к примеру, переходный период в этих условиях не должен составлять менее шести месяцев. Это такой концепт, но вот в качестве такой темы для обсуждения мы сегодня называем два срока, 1 февраля и 1 сентября. К примеру, в Англии 1 января и 1 сентября. Насколько я знаю, в Польше с 1 января, с 1 июля. Возможно, коллеги поделятся своим опытом. Следующее важное направление – это проведение правового эксперимента. Это вопрос, который требует такого очень взвешенного и аккуратного отношения. Он очень непросто может быть реализован в правоприменительной практике, поскольку такой целый серьезный массив законодательства требует адаптации. Суть этого принципа заключается в том, что самые сложные общественные отношения, можно было бы распространять после проведения правового эксперимента. Правовой эксперимент может быть ограничен либо во времени, например, один год, полтора года, шесть месяцев, либо может быть ограничен определенной территорией. С учетом федеративного принципа устройства Российской Федерации это тоже накладывает определенные особенности регулирования вот такого принципа, но я думаю, что здесь после определенных обсуждений можно найти наиболее комфортный способ решения. Еще две меры, в которых мы видим определенный смысл, касаются оценки фактического воздействия нормативных правовых актов. Это несколько модифицированный вид оценки регулирующего воздействия, если хотите. Суть в том, чтобы вернуться к вопросу об эффективности нормативного правового акта спустя несколько лет после того, как он вступил в силу и действует. Очень часто нормативный акт принимается самыми благими намерениями, а в дальнейшем на практике его правоприменения, либо в силу сложившихся обстоятельств, какой-то допущенной неточности в тексте закона или еще каких-то причин, может практикой его правоприменения оказаться не совсем той, которую ожидали от этого нормативного акта. И в этой связи мы видели бы одним из способов анализа таких документов, отбор актов, которые ранее проходили оценку регулирующего воздействия, то есть по ним делались определенные выводы, насколько то или иное решение могло бы быть эффективно, и анализ уже действующих документов спустя определенный период времени. Есть еще один институт, который позволяет анализировать эффективность действующих нормативных документов. Он касается в первую очередь ведомственных приказов. Речь идет об экспертизе нормативных правовых актов, которую сегодня уполномочено проводить Министерство экономики. В рамках этой экспертизы мы анализируем действующие ведомственные приказы вот из того большого массива, о котором мы говорили, на предмет того, устанавливают или нет какие-то избыточные ограничения. И, собственно, итогами этой работы может стать предложение Министерства юстиции выступить с отменой того или иного документа. Эта процедура сегодня действует с определенным успехом. Есть некоторые сложности, определенное сопротивление ведомств, когда они не желают отменять тот или иной действующий документ. Но самое главное, хотел бы обратить внимание на то, что сегодня этот институт, с одной стороны работающий, с другой стороны его мощности не всегда достаточны для того, чтобы анализировать уже принятые нормативные акты. И в этом смысле комплекс таких мер, он уж точно не создаст какие-то абсолютно благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, но позволит минимизировать установление на законодательном уровне проблемных, сложных с точки зрения правоприменения норм или требований, которые могли такую предпринимательскую деятельность ухудшать. Вот хотел бы обратить внимание на такое направление работы. Наверное, не все из того, что сегодня обозначил, бесспорно. И в этом смысле мы сегодня здесь собрались в первую очередь для того, чтобы обсудить какие-то наиболее эффективные или не очень мероприятия. Хотели бы, возможно, уточнить что-то из того, что сегодня обозначили. Ну и при необходимости на каких-то конкретных примерах подсветить, насколько существующее положение дел приемлемо с точки зрения регулирования предпринимательской деятельности и как можно было бы эту деловую среду улучшить. Большое спасибо. Коллеги готовы ответить на вопросы. Спасибо, Вадим. Поблагодарим нашего первого спикера. Спасибо большое, Вадим. Пожалуйста, спасибо нашему первому спикеру. И я бы хотел бы спросить вопрос к нашим гостям из Литвии и Финляндии. Если в их странах есть какая-то формальная процедура для осуществления и кто-то, кто может наложить вето и сказать, нет, это вредно, это плохо, это выгонит малый бизнес из нашей страны, мы не хотим, чтобы этот закон прошел. Здравствуйте. Насчет формулировок, чтобы было четко, я перейду на английский, с русского. Большое спасибо, что вы дали мне возможность выступить на этом мероприятии. Исходя из того, что рассказал мой российский коллега, я могу сказать, что мы следуем тем же самым шагам. То есть Всемирный банк на ежегодной основе создает рейтинг правительства государств, которые наиболее дружелюбно ведут себя по отношению к бизнесу, в которых есть хороший климат по организации своего дела. У нас есть довольно подробный документ, содержащий рекомендации для каждого государства-члена. Этот документ был введен в действие 6 лет назад, и каждое государство сообщает о том, какие улучшения были сделаны на пути упрощения жизни для малого бизнеса, какие меры были приняты. Итак, коль скоро вы задали этот вопрос, об оценке влияния на бизнес тех или иных законодательных актов. У нас в Министерстве экономики есть отдельное подразделение, отдельный департамент, который проводит общий анализ возможного воздействия закона на бизнес-среду и оценивает возможные затраты бизнеса при введении того или иного закона. И пока я был в пути, пока я ехал на наше заседание, я был немножко как бы смущен, просто по той причине, что, как правило, законы, они касаются определенных вопросов. То есть я думал, что мы будем говорить о конкретных вещах, как, например, доступ к капитальному финансированию, возможность создания схемы гарантий, так, чтобы малому бизнесу было проще получать кредиты у банков. И не так давно в Литве мы основали фонд венчурного капитала. Это также новая черта нашего рынка. И теперь фонд работает и уже инвестировал порядка 2 миллионов евро в различные проекты в течение первого года. Мы начали таким образом создавать и поддерживать предпринимательскую среду и экосистему. Я думаю, что есть еще некоторые моменты, которые можно упомянуть в отношении основания своей собственной компании. Один из... Всемирный банк составляет рейтинг правительства и государств, где малому бизнесу легко вести дела. То есть там измеряются различные показатели, доступность к капиталу, необходимость проводить нотариальное заверение документов, продолжительность процедур для регистрации компании. Можно проводить регистрацию компании по интернету. На это уходит гораздо меньше времени и сил. Это можно не только в Литве, но и в других странах. И это помогает улучшить бизнес-среду и общий деловой климат в стране. Можно также вспомнить о других стадиях развития бизнеса, как, например, получение разрешения на строительство, получение разрешения на подключение к электросети. Все вот эти аспекты измеряются. И несмотря на то, что Литва в этом рейтинге занимает 17 место, то с точки зрения, допустим, доступности электросети, мы занимаем все еще 50 место или около того. То есть у нас сейчас есть четкая картинка того, что мы можем делать. Есть приоритеты. Здесь существуют бизнес-ассоциации, которые защищают определенные интересы. То есть есть возможность обеспечивать рост бизнеса. Вы упомянули электронные сервисы. Я не могу здесь остаться равнодушным, поскольку возглавляю рабочую группу по упрощению регистрации предприятий. И проблема, одна из проблем, с которой мы столкнулись при развитии электронных сервисов, это проблема идентификации человека. То есть пока у него нет электронной подписи, некого ID, некоторой электронной карты, как в Сингапуре, например, достаточно трудно организовать такой сервис, который не требовал бы все равно личной явки. Вот как решен этот вопрос у вас в Литве? Есть ли у всех людей некие электронные ID и насколько сложно было создать вот такую вот систему электронной идентификации? Я совсем недавно прочитал сообщение, которое разместил бывший генеральный директор нашего агентства. Она писала о электронных решениях, внедрением которых занималось государство, как правило, на этом пути возникает много ошибок и много проблем. И у нас был ряд проектов, с которыми мы работали на этой основе. Но именно при взаимодействии с коммерческими банками у нас получилось изменить ситуацию. Мы сейчас можем... Мы перевели часть публичных услуг на онлайновые платформы. И все эти вещи, они привязаны к нашим банковским счетам. Таким образом производится установление подлинности пользователя. На это ушло 4 или 5 лет на формирование всей системы в целом. И я думаю, что она очень полезна. Она экономит много денег и много времени всем участникам взаимоотношений. Изящная. И вообще вот эта проблема обеспечения всех электронными подписями, мне кажется, для России особенно астра. Один из моих бизнес-коллег был на конференции в Эстонии по аналогичным услугам. И министр информатизации Эстонии рассказывал вот о такой электрификации, о таких электронных сервисах. Все были очень восхищены, счастливы. Потом он сказал, но вы знаете, все это действительно для страны с населением не более 2 миллионов человек. Если у вас больше 2 миллионов человек, то вам придется придумать какие-то другие технические решения. Спасибо большое, Денис. Поблагодарим нашего гостя из Литвы. И давайте, раз мы пошли, русские и гости. Андрей, пожалуйста, что делает ФАС для того, чтобы федеральная антимонопольная служба, чтобы облегчить жизнь бизнесу? Я знаю, что есть много вопросов к ФАС от бизнеса с точки зрения того, что достаточно маленькие компании неожиданно подпадают под антимонопольное разбирательство. Какие-то картели возникают из ИП Пупкина, которые выпускают булочки, и это вдруг оказывается картелем. С другой стороны, роль антимонопольных органов, очевидно, очень высока в том, чтобы бизнесу было удобно и легко вести работу. Прошу. Спасибо большое, Глеб. Я бы хотел начать с того, что совершенно не случайно компании попадают в сферу интересов федеральной антимонопольной службы, а, как правило, в тех случаях, когда они нарушают антимонопольное законодательство или другие законодательные акты, которые входят в сферу компетенции федеральной антимонопольной службы и по отношению к которым на нас возложено осуществление контрольно-надзорных функций. Но начать я хочу не с этого, начать я хочу не с того, что чуть-чуть прорекламировать, чем мы занимаемся и какую роль мы играем в экономические реформы. И как не попасть в сферу вашего регулирующего воздействия. Да, и не стану давать советов, как не попасть в нашу сферу, на это есть профессиональные юристы. Я хочу сказать вот о чем. Тема нашего конгресса в целом заключается в создании устойчивых предпринимательских экосистем. Если мы посмотрим на эту проблему с точки зрения биологии, то совершенно ясно, что никакая устойчивая экосистема не может существовать без конкуренции. Она не может существовать без того, чтобы происходила внутри видовая и межвидовая борьба. Она не может существовать без того, чтобы лучшие получали определенные преимущества в своей жизни. Но одно дело – это дикий лес, а другое дело – это ухоженный сад, коим и должно быть государство. И мне кажется, что сегодня в первой половине дня мы однозначно пришли к выводу о том, что государство в этой экосистеме должно обязательно существовать. Как-то вот, ну не знаю, на нашей почве точно, может быть, в каких-то других местах земного шара, либертарианские экономические принципы приживаются, а у нас как-то нет. И государство, получается, что оно действует вот в этой экосистеме в самых разных ролях. Оно является ее участником, оно что-то продает и что-то покупает. Оно работает садовником, там, ну, землю взрыхлить, водой полить, иногда обрезать гнилую ветку, это тоже очень важно. Иногда асфальтом закатать тоже такое у нас случается. Иногда закатать асфальтом, если это необходимо для того, чтобы, ну, было где проехать автомобилю, например, и так далее, которые возят удобрения для того, чтобы поливать эту экосистему. И, естественно, кроме всего прочего, государство еще и правила устанавливает для того, чтобы, ну, все остальные участники этого процесса не пожирали друг к другу. И вот я считаю, что правила конкуренции – это одна из очень важных и основополагающих составляющих функционирования вот этой вот самой живой экосистемы, в которой не происходит вырождение. Почему я на это хочу обратить внимание? Потому что, к сожалению, очень часто становится так, что рыночная доля, да, она автоматически превращается в рыночную власть. И, соответственно, компании крупные, крупнейшие, которые приходят на какой-то рынок, они проводят, ну, условно говоря, тактику выжженной земли иногда, не оставляя места для малого бизнеса совсем, а для среднего бизнеса почти. И рассматривая эти компании не как самостоятельных участников рынка, а как некие там аутсорсинговые и спин-оффовые штучки, на которые можно возложить реализацию части своих задач, которые являются обременительными для крупных компаний. Совершенно нет, совершенно не так. Мы все прекрасно понимаем роль малого и среднего бизнеса, мы все прекрасно понимаем, как он эффективно должен развиваться и по каким правилам он должен существовать. Если мы немножечко вернемся к правилам конкуренции в России, то они существуют более 20 лет, они основаны с нашей точки зрения на хорошем зарубежном опыте, они закреплены в Конституции Российской Федерации, что тоже немаловажно. Они динамично развиваются, потому что законодательство о конкуренции и законодательство о смежных областях развивается достаточно быстро и эффективно. У нас большая практика его применения, и это законодательство соответствует лучшим мировым образцам, о чем в прошлом году нам рассказали наши коллеги из Организации экономического сотрудничества и развития, приняв соответствующее официальное решение на этот счет. Когда мы говорим о том, что наше законодательство о конкуренции шире по охвату, чем в большинстве зарубежных стран, мы должны прежде всего сказать, что оно распространяется на государственные органы и на должностных лиц этих государственных органов. Под государствами я здесь понимаю, естественно, и центральную, и региональную, и местную власть, то есть и государственные органы, и органы местного самоуправления. Естественно, мы не вправе применять какого-либо рода санкции по отношению к органам, упомянутым в Конституции Российской Федерации, то есть к правительству, президенту, палатам парламента. Но случилось так, и так наше законодательство сформировано, что более половины нашей работы составляют случаи, когда нашими клиентами в нашей контрольной и надзорной работе становятся государственные чиновники. Вот те самые люди, которые должны удобрять и поливать вот эту вот землю для того, чтобы она превратилась в цветущую экосистему. Прежде всего, я хотел бы сказать, что более половины дел, которые мы рассматриваем по применению антимонопольного законодательства, это дела не в отношении крупных компаний и не в отношении сговора крупных, средних или даже малых компаний, это дела в отношении чиновников. Это те случаи, когда они своими действиями или теми актами, которые они готовят и принимают, ограничивают конкуренцию, нарушают антимонопольное законодательство, вытесняют кого-то с рынка, создают благоприятные условия или необоснованные преимущества для своих любимчиков, закрывают региональные рынки от межрегиональной конкуренции, и список этот можно продолжать. В последние 5-7 лет к этой практике, а эта практика это 3-4 тысячи случаев в год, к ней прибавилась еще одна тема, тема государственных закупок, поскольку антимонопольная служба отвечает за контроль за соблюдением правил государственных закупок в Российской Федерации. И здесь тоже можно с удовлетворением констатировать, что мы справляемся с этой работой и устраняем такое количество нарушений, а можно с горечью сказать, что эта практика продолжается из года в год. Каждый год порядка 30-35 тысяч жалоб поступают в антимонопольный орган на то, как организуют торги, причем прежде всего речь идет не о том, что конкуренты сговорились и победили на этих торгах, прежде всего речь в жалобах идет о том, что закупщики, то есть государственные органы и их должностные лица таким образом придумали конкурсную документацию и таким образом провели процедуры торгов, что по незаконным основаниям оттеснили предприятия малого бизнеса, оттеснили компании, которые приехали из другого региона, оттеснили компании, которые не имеют каких-то серьезных достижений во взаимодействии с этими конкретными чиновниками от победы и от получения государственных бюджетных денег для исполнения государственных контрактов. И таких случаев в год у нас опять же больше половины. Больше половины жалоб мы признаем соответствующими действительностями и там есть нарушение законов. Еще одна колоссальная тема – это тема государственных преференций. Россия богатая страна и федеральные бюджеты, бюджеты большинства субъектов Российской Федерации имеют достаточно средств для того, чтобы применять те или иные механизмы поддержки предпринимателей. И наша задача заключается в том, чтобы эти механизмы поддержки были в обязательном порядке, транспарентными, прозрачными и к ним был наиболее широкий доступ предпринимателей. Здесь мы тоже имеем очень богатую практику самых разных интересных действий наших должностных лиц. Когда, например, объявления о том, как можно получить государственную поддержку, публикуются в одном издании, в газете, которое распространяется только в сельской местности и только на языке одного из народов, который живет на территории этой многонациональной республики. Мы имеем случаи, когда путем вот такого рода изменений по ходу дела правил проведения раздачи государственных средств для поддержки бизнеса вдруг оказывается, что 95, а то и 97% этих средств оказываются в руках одного из претендентов, а остальным в совокупности, которых несколько сотен, достается всего 3% этих денег. Мы считаем, что это не совсем правильно. Мы считаем, что такие случаи нужно просто-напросто пресекать, используя нормы закона. Но я хотел бы дополнительно еще о чем сказать, и на этом я завершу свое выступление. Вот Вадим очень интересно рассказал о том, как устроена в России оценка регулирующего воздействия. Мне кажется, что он упустил две важных вещи. Ну, не то, что упустил, он не сконцентрировал на них внимание аудитории, они очень важны. Первое из них – это транспарентность. Ведь надо понимать прекрасно, что решение о том, что тот или иной акт соответствует или не соответствует тем правилам, которые применяются при оценке регулирующего воздействия, ограничивает или не ограничивает он свободу предпринимательской деятельности, они принимаются не у господина Живулина в кабинете. Они принимаются по результатам экспертизы, публичной экспертизы, когда любой документ, который попадает в руки Министерства экономического развития, публикуется официально на сайте regulation.ru, и каждый гражданин Российской Федерации, я думаю, нет ограничений по гражданству, и любой человек, который заинтересован в том, чтобы в этой сфере деятельности государство работало правильно и эффективно, вправе высказать свою точку зрения, вправе сказать, что пункт 25.1 вот этой инструкции ограничивает мои права, он мешает мне заниматься бизнесом в этой стране. Я хочу, чтобы этот пункт был изменен или отменен. И мне кажется, что именно в этом и заключается самый правильный способ взаимодействия бизнеса и власти. Это публичная, транспарентная, ограниченная определенными правилами и определенными сроками для того, чтобы бесконечным этот процесс обсуждения не делать, дискуссии, которые неизбежно приводят к улучшению качества документа или к его непринятию, если он не соответствует тем нуждам и чаяниям, которые есть у предпринимателя. И еще об одной вещи я хотел бы сказать, но это уже предложение, которым мы давно ходим по разным органам власти. Мы считаем, что оценка регулирующего воздействия должна в обязательном порядке включать в том числе и оценку воздействия того или иного акта на состояние конкуренции. Потому что это очень важная составляющая, и здесь мы не на пустом месте предлагаем это, а предлагаем это на основе тех же самых лучших мировых практик. Потому что, например, в Организации экономического сотрудничества и развития давно уже разработаны толстые документы, которые позволяют государственным органам эффективно оценить, положительно или отрицательно влияет тот или иной акт не на бизнес-климат в целом, а именно на его узкую, но очень важную часть – на состояние конкуренции в той или иной сфере экономики на том или ином отраслевом или региональном рынке. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Андрей. Андрей Цыганов, Федеральная антимонопольная служба. У меня родился такой вопрос в студию. Поднимите, пожалуйста, руки, кто представляет Россию, ведет бизнес в России. Наши, как сказать, домашние участники. Поднимите руку наши домашние участники, кто когда-либо заходил на Regulation GoFru, смотрел какой-то нормативный акт, высказывал свои пожелания, замечания. Один, два, четыре, пять. Чиновники не считаются. Так, прекрасно. Причем я бы сказал, что у нас очень продвинутая аудитория, это конгресс, это люди неравнодушные, это люди, которые не просто ведут бизнес и пекут свои пирожки, а которые заинтересованы в экосистеме. Я сам достаточно регулярно по нашим нормативным актам, потому что касается дорожной карты, регистрации предприятия туда захожу. И, конечно, пока это не тот интерфейс и не та подача, которая возбуждает и побуждает каждого предпринимателя зайти, отметиться, что-то высказать полезное. То есть пока это кто заходил, тот знает очень сухие канцелярские, неочевидные вещи. Можно небольшую реплику? Я не хочу сейчас защищать или каким-то образом чужой... Вы не защищаете это мир эконом-развития. Я большим удовольствием сам прокомментирую. Но я хочу сказать вот что. Хорошо, возможно, в сухом официальном сайте мало живых картинок, мультфильмов, красивых схем и так далее. Там действительно текст документа. Кто знает, кто умеет, тот то прочитает. И мне кажется, что здесь просто самим предпринимателям нужно быть немножко поактивнее. Но вы посмотрите некоторые другие сферы. Посмотрите сферу государственных закупок. Когда подавляющее большинство вот тех жалоб и тех претензий, они генерируются отнюдь не нами самими, например, и не другими органами, которые контролируют эту сферу. Они генерируются самими предпринимателями. То есть люди активно смотрят. Они смеются над золотыми канделябрами, которые покупает государство. Они ужасаются тем непонятным ценам, по которым товар, который на рынке стоит 3 рубля, покупается по 100. Они удивлены тем, что колоссальная стройка может быть осуществлена в течение одного дня. Они не могут понять, почему мост через большую реку стоит 0 рублей, когда по нему осуществляется государственная закупка. То есть когда дело заходит конкретных денег и когда дело идет о конкретных контрактах, в которых предприниматели хотят и могут участвовать, здесь у них проявляется очень живой интерес, и его не надо никаким образом даже подхлёстывать государству. А язык права, он язык сухой. Вроде бы как, ну ладно, ну придумаешь там, сделали какой-то документ, а потом как этот документ на тебе лично отразится, многие даже не понимают. И вот этим, мне кажется, объясняется определённая пассивность людей в отношениях с сайтом Regulation.ru и с оценкой регулирующего воздействия, которую проводит Министерство экономического развития. Спасибо, Андрей. Я думаю, что Вадим защитит честь мундира. А мне, собственно, защищать-то и нечего, всё уже защищено, я бы так сказал. Спасибо, Андрей, тоже за поддержку. Смотрите, несколько буквально тезисов. Первое. С момента появления сайта или после его появления, по сути дела, произошла революция. До недавнего времени документы, которые сегодня можно легко прочитать, скачать, обменяться с друзьями, прокомментировать и так далее, не были доступны. И сегодня, поскольку задачи не обсуждать, например, ОРВ в принципе, я не стал об этом говорить, могу говорить об этом очень долго, с большим удовольствием. И вот что хотелось бы отметить. Андрей об этом тоже сказал, что с одной стороны это сухой язык, с другой стороны те документы, которые представляют интерес для конкретных пользователей, о них легко находят. Последний пример. По состоянию на субботу на приказ Миноборнауки, который касался новых требований к автошколам, на этапе уведомлений поступило 1950 замечаний. Поэтому, уважаемые коллеги... Там явно больная мозга, я чувствую. Конечно. И это уведомление о разработке документа. А если возвращаться на полшага назад, то история была следующая. Миноборнауки разработал этот документ, направил его в Минюст, а Минюст после консультации с министерством увидел, что там не соблюдено требование по прохождению процедуры ОРВ, вернул документ. И мы сегодня наблюдаем вот ту самую как раз историю, когда транспарентность максимальная достигнута именно благодаря этому институту. А что касается сайта, то мы... Здесь можно действительно дискутировать какие-то недоработки с точки зрения интерфейса. Более того, мы их большинство признаем. Я бы здесь разделил этот вопрос на две части. Идеологический, смысловой, связанный с появлением этого ресурса. Здесь всеми поддерживаются однозначно. А все, что касается его дальнейшей доработки, адаптации и так далее, и так далее, то здесь я тоже больших проблем не вижу. У нас есть департамент специальный, который ведет вот эту информационную часть ресурса. Они этим сейчас плотно занимаются. И уверен, что все будут разногласия, все недоработки устранены. И очень важная вещь, которая прозвучала из уст коллег из ФАС по поводу ОРВ на конкуренцию. Вопросу несколько лет обсуждается давно и довольно настойчиво вводить или не вводить. Есть разные позиции. Те, кто возражают, оппортунисты, говорят, ведь смотрите, конкуренция – это не причина, это следствие качественного регулирования. Конкуренция, как таковая, на этапе разработки сложно осязаемо, сложно ее пощупать. А те, кто выступают за введение ОРВ на конкуренцию, они, собственно, как раз и говорят, нет, коллеги, с учетом того, что нормативный правовой акт должен установить комфортные условия для ведения бизнеса, конкуренцию и анализ будущей конкуренции нужно проводить именно сейчас. Я думаю, что вернемся еще раз к этому вопросу. Есть много за, много против или, вернее, даже, может быть, не против, много за и много вопросов. И в этой связи, ну, точно какое-то такое приемлемое решение с коллегами найдем. Спасибо, Вадим. В качестве некоторого вклада и взноса этой дискуссии в Regulation.gov.ru, мне кажется, что хороший опыт и наверняка коллеги из Европы тоже это подтвердят. YouTube-канал, откройте Twitter-аккаунт. Вот у вас, например, очень милый Twitter. Я его с большим удовольствием читаю. Я думаю, что многие здесь присутствующие читают. Очень такой милый, няшный, юморной, чудесный. А глядишь, иногда ссылочку кликнешь и что-то такое серьезное почитаешь. Вот такие вот формы развернутся лицом к людям, которые, конечно, не читают нормативных актов, но которым было бы интересно следить за работой госоргана и внести свой вклад. Вот это, мне кажется, вещь, о которой стоит подумать. Спасибо, Вадим. Спасибо, Андрей. Следующий наш спикер Тапио. Тапио возглавляет Центр развития предпринимательства Альто. Расскажите, во-первых, что это, как это устроено, для чего это и как в Финляндии, особенно с учетом того, что страна достаточно социалистически ориентированная, с высоким уровнем социальных гарантий, с высокими налогами, наверняка непростая для малого бизнеса, у которого нет много денег, чтобы платить эти высокие налоги и высокие зарплаты. Вот как вам удается делать работу малого бизнеса более эффективной и поощрять ее? Хорошо. Я вам расскажу о своей роли. И вы, конечно, обсуждаете эти вещи с другой точки зрения, в отличие от того, что я делаю. И у нас в Финляндии есть люди, которые разрабатывают нормы и законодательную среду, а я это не делаю. Но вот я помню, что в 90-х годах, в конце 90-х годов, в прибалтийских странах и в Финляндии у нас в университете появились определенные наработки. И к нам обратились для того, чтобы мы выступили с предложениями по усовершенствованию среды. И моя организация участвовала в этом. И сейчас мы делаем некоторые положительные и, может быть, отрицательные вещи, сложные, комплексные. Но регулятивная часть – это сложная вещь во всех странах. И мы, скажем, месяц назад мы обсуждали вообще самоопределение, что такое малый и средний бизнес. В Европе мы сейчас дошли до такого уровня, когда СМИ считается, что это стартапы какие-то, то есть начальный уровень компаний. А в некоторые совершенно это не считают. Европейский союз продвигает иногда хорошие инициативы, скажем, по поддержанию стартапов. Но в другой они, скажем, требуют отчетов или какие-то, которые вообще подрывают само существование этих стартапов и в таких семейных бизнесах, скажем, какие-то булочные, скажем, или какие-нибудь гаражи. И к ним начинается предъявляться требование, как к крупным компаниям. И появляются какие-то законодательные акты, которые, скажем, растущие бизнесы, не могут реагировать адекватно. То есть это, может быть, касается и корпоративных налогов, скажем. Здесь есть широкое поле для изменений. И еще провокативные такие вещи. Иногда корпоративный налог достигает 100%. И это не означает, что мы снизим этот корпоративный налог, и сразу все компании вздохнут легко. Нет, но для начальника, для компаний, которые начинают, для них, может быть, корпоративный налог вообще никак на них не влияет. Поэтому существуют и другие стимулы для бизнеса, которые могли бы поддержать инвестирующую составляющую стартапов. И, может быть, для стартапов что-то хорошо, а для малого и среднего бизнеса это не имеет отношения. Поэтому стартапы, если мы будем говорить только о них, в Финляндии у нас есть очень неплохие компании. Robio, Supercell, MySQL, Земроботикс. И этот список можно продолжать. Но я могу сказать, что регулятивная деятельность, конечно, влияет на жизнь этих компаний. Но если компания, скажем, процветает, они всегда, скажем, могут приспособиться к такому или другому виду законодательства. И вот в Финляндии мы считаем, что мы даже можем судиться с регулятором, если его новые правила ведут к крушению бизнеса. Я считаю, что гибкость – это ключевое слово, которое нужно принимать, особенно со стороны законодательства, и касать, и в отношении стартапов. Потому что в отношении их они часто зависят от мельчайших подробностей, ресурсов, финансирования. И мы нужно создать такую среду, чтобы они могли приспосабливаться к изменениям окружающей среды и, скажем, источников финансирования. И с точки зрения регуляторов такой рост нельзя затормозить. И мы считаем, что мы хорошо с этим справляемся. А что, говоря о государственном вовлечении финансирования компаний и так далее, в моей организации, скажем, мы проводим университетское исследование по стартапам и по, скажем, лицензированию. Используем общественное, так называемое, государственное финансирование для этого. И смотрим на роль государственного финансирования в жизни компании. И я даже написал исследование, учебник по этому, особенно по первоначальному финансированию, которое позволяет некоторым компаниям вспыхнуть и пройти яркими звездами. Но государственное финансирование одновременно должно сохранять возможность частным индивидуальностям проявлять себя. Потому что самое страшное, что может произойти с государственными фондами, это то, чтобы поддерживать нездоровые компании. Потому что, скажем, как продавать вот эту интенсивную терапию для заведомо смертворожденных бизнесов. И поэтому их, конечно, нельзя поддерживать. Поэтому я скажу еще также, что кто-то может подсказывать из других стран, как вам вести, скажем, вашу законодательную деятельность. В каждой стране есть своя история, свой фон культурный и другие практики. Но я бы ВАПАС призвал посмотреть и сделать сравнение с другими странами, посмотреть, какие у них идеи. И, тем не менее, думать своей головой и заниматься своими подходами, которые соответствуют вашей ситуации. И каждый хотел бы жить в Силиконовой долине. Но ее создавали 50 лет. И поэтому за 3-3 года, которые вы сейчас развиваете свою деятельность, вы должны понять, на каком этапе вы находитесь. И оттуда же и продолжать свое движение вперед. И в здоровом ключе. Вопросы к Тапио и к Деннису. Тапио упомянул тему налогов, которая, естественно, важна. Вот у нас в России есть два налоговых режима, в которых очень легко и удобно человек может начать предпринимательскую деятельность. Это индивидуальный предприниматель, как физическое лицо. Он может платить 6% с оборота и некоторый фиксированный пенсионный взнос. И это общество с ограниченной ответственностью, где он платит на упрощенной системе 6% с оборота и 9% налог на дивиденды. До 2 миллионов долларов годового оборота он может позволять себе такую систему. Это очень удобно. Очень многие предприниматели начинают именно с этих систем, поскольку общая налоговая нагрузка получается заметно меньше, чем если платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Вопрос, есть ли в Литве, в Финляндии какие-то подобного рода упрощенные режимы для небольших бизнесов или для индивидуальных предпринимателей? И если есть, то какие цифры, какие налоги они у вас платят? Спасибо. У нас есть такие послабления налоговые для маленьких компаний, зависимые от стадии их развития и их оборота. Это связано с налогом на прибыль и ветроново, скажем. Если меньше 30 тысяч евро, или даже я не буду, говорит, в рубли это переводить, но мы все знаем, что такое 30 тысяч евро в России. Итак, то есть есть послабления налоговые для особых типов компаний, для того, чтобы выращивать, так сказать, поддержать их рост. И был у нас год назад такой форум по партнерству, и там даже мы выделили компанию без долевого капитала и в отдельную группу, и для них тоже сделали определенные скидки в налогах. Но есть еще налог на социальный налог и налог на здравоохранение. Вот они самые тяжелые налоги, потому что они доходят иногда до 60% зарплаты персоналу. И здесь у нас такая, в общем, это трудность, которая стоит перед бизнесом. И немногие люди пока жалуются на это, но, скажем, на налог на прибыль или на это жалуются. А что касается Финляндии. В Финляндии у нас есть корпоративный налог, это, как бы, 20% распространено на всех компаниях, большие или маленькие. То есть, если вы получаете прибыль, вы должны платить эти 20%. И для стартапов они не показывают прибыль сначала, поэтому здесь можно поиграть вот с этим показателем. И, кроме того, если у вас есть какие-то потери, вы можете вычитать эти потери из текущей прибыли в этом году на протяжении пяти лет, мне кажется. И, то есть, для многих стартапов они показывают сначала убытки, а потом платят ли они налог на добавленную стоимость. Да, у них есть. Налог, он для всех. И такая же ситуация существует и в Литве. И самое главное налоговое бремя – это социальный налог и налог на зарплату, а также пенсионный социальный налог. Он, конечно, серьезный. И это то, что мы не можем обойти. И, кроме того, для стартапов налоги в Финляндии, скажем, не имеют таких налогов на акции. Если у вас вдруг появляются какие-то акции, то тут же появляется налоговый офицер, и тут же вам необходимо будет платить ценные бумаги. Я считаю, это такой особый инструмент, с которым надо считаться. Мы придем, и я так понимаю, что у нас сейчас в законодательстве, в принципе, понятие опциона или отсутствует вообще, или почти отсутствует. И следующим шагом нам не попасть в историю, когда понятие появится, но на него появятся такие налоги, как в Финляндии, и пользоваться им никто не будет. Я думаю, что время предоставить слово нашим слушателям, нашему залу, дать возможность задать вопросы. Но перед этим я хочу еще финализировать ту часть дискуссии, которая была. Поднимите, пожалуйста, руки гостей не из России, кто представляет другие страны. Есть у нас такие? Один еще? То есть все остальные, только русские, самые стойкие остались здесь на регулировании, да? Хорошо. Я хотел, на самом деле, гостей не из России поагитировать за открытие бизнеса в России, потому что, если взять ставки налогов, налог на труд, правильно Тапи упомянул, это действительно всегда самые большие, самые дорогие налоги. У нас они сравнительно невелики, это 30% социального налога и 13% подоходного, которое предприятие платит за человека, и 6% оборотный, 9% на дивиденды. Это очень лояльная налоговая система, которая действительно достаточно удобна. Ну и пока вы не достигли 2 миллионов долларов годовой выручки, как правило, это первый год-два ведения бизнеса, это серьезно облегчает время. Итак, я хотел бы предоставить слово залу. Кто хотел бы задать вопрос, пожалуйста, наши волонтеры предложат микрофоны. Добрый день, Алексей Ульянов, эксперт деловой России, генеральный директор по развитию Национальной института закупок. У меня вопрос господину Саганову, точнее, даже, может быть, 2 или 3 вопроса. Значит, федеральная антимонопольная служба в настоящий момент возбуждает 55 тысяч дел всего, да? А из них по закону защиты конкуренции 10 тысяч. Как вы правильно сказали, 5 тысяч, чуть больше 5, там 5-200, это дела против органов власти. Но оставшиеся 4 тысячи 800 дел, это больше, чем все антимонопольные органы мира возбуждают вместе взятые. То есть у нас страна просто каких-то тотальных нарушителей антимонопольного законодательства. Вот когда деловая Россия проанализировала эти цифры, мы поняли, что 80% этих дел, вот этих 4-800, уже забыли про органы власти, да, сразу забыли. Это малый и средний российский бизнес. Мы знаем дела, когда автомойщик в Магадане пострадал за 14 тысяч ежемесячной прибыли, объявлен был монополистом. Мы знаем ТСЖ в Новосибирске, которая была признана монополистом по поставке горячей воды своему арендатору. Мы знаем знаменитое дело по картели батутов, значит, по прокату детских батутов 50 рублей на площади Горно-Алтайской. У меня таких историй, вот когда говорят, что одни только батуты, да, есть, у меня таких историй только за прошлый год 472 для комедий-клама. Я правильно помню историю с батутами, что на площади стояло два батута, на которых прыгали дети, и у них была одинаковая цена 50 рублей за прыг, и это было признано картелем, да? Это было признано согласованными действиями, если быть до конца точным, да. ФАС выписал штраф, слава богу, суд отменил по малозначительности. Вот на самом деле то, что ФАС сопротивляется, об этом я чуть позже скажу, законопроекту Минэкономразвития, за что я вам большое спасибо, я имею в виду Минэкономразвития, да, по выведению малого бизнеса из-под контроля антимонопольных органов. Кстати, такие нормы есть во всех странах ЕС. Мы, опять же, такую определенную справочку готовили, да. Значит, вот непонятно, да, вот эта вот тема, потому что на самом деле эта отмена антимонопольного контроля малого бизнеса уже происходит снизу. Российские суды 3% отменили решений ФАС по малозначительности в позапрошлом году, 5% всех решений ФАС в прошлом году, то есть, точнее, в 2012, да, и 8% в 2013 году. То есть трехкратный рост малозначительных антимонопольных дел в России. А у меня в связи с этим вопрос. Я недавно читал интервью вашего руководителя, господина Артемьева, который назвал мошенницей индивидуальную предпринимательницу Евгению Автономову, которая как раз занималась прокатом батутов. Господин Ценров, вы согласны своим руководителям, что одинаковые цены в 50 рублей на батуты попрыгать, это является мошенничеством? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, на сайте Regulation.gov.ru размещено 161 отрицательный отзыв на ваш четвертый антимонопольный пакет. Большая часть замечаний касается двух норм. Мы хотите каждого изобретателя называть монополистом, против чего выступил президентский совет по кодификации в лице советника президента лучших юристов России. И вы хотите вести правила неискриминационного доступа в интересах компании ФАСАГРА, о чем есть информация в СМИ, соответствующая информация направлена в прокуратуру. Дело в том, что правила неискриминационного доступа для потребителей этого монополиста оспорены потребителями этого монополиста в высшем этажном суде. А ФАС встал на сторону монополиста. Цены выросли в два раза. Убытки бюджета всех уровней составили 4,5 миллиарда рублей. А все делается под прилогом защиты потребителя. А потребители говорят, не надо успасти нас Бог от этого ФАСА и от этих правил неискриминационного доступа. Господин Ценов, когда будет отозван коррупционный четвертый антимонопольный пакет, получивший 161 отрицательное заключение по процедуре УРВ? И третий вопрос. Вот вы, наверное, невнимательно читали предложение Минэкономразвития по выведению малого бизнеса с антимонопольного контроля, поскольку два основных возражения касаются следующего. А как же быть с котельными? Говорит ФАС. Вы, наверное, просто невнимательно прочитали. Там исключение сделано для естественных монополий. Котельные останутся под вашим регулированием. И второе возражение, которое я слышал в вашем интервью, господин Ценов, что как же тогда быть с большим бизнесом, который будет дробиться, создавать какие-то дочки. Вот просто если внимательно почитать 209 закон о субъектах малого среднего предпринимательства, там написано, что если крупная компания более 25% имеет в малом бизнесе, эта компания просто перестает быть малым бизнесом. То есть дочка не проходит. Если будет маленький торговый дом с маленьким оборотом, формально по обороту малый бизнес, вы опять же сможете его контролировать. Вот если эти два возражения понятны, естественные монополии, маленькие котельные остаются под вашим контролем, а дочки крупных компаний остаются под вашим контролем, Минэкономразвития хочет вывести только, условно говоря, батуты, бани, парикмахерские, автомойщики. Вот с таким предложением вы согласны? Спасибо. Больше походило на пятое выступление спикера. Спасибо. Вообще, на самом деле, действительно, это выступление такое зажигательное. Зажигательное выступление. Надо было господина Ульянова посадить за этот стол и дать возможность еще более подробно рассказать на эту тему. Я хочу сказать, давайте не будем комментировать выступление, а ответим на вопрос. Первый вопрос, который касается мошенничества. Как известно, мошенничество – это статья Уголовного кодекса, и признать человека мошенником или не мошенником – это делается в определенном установленном законном порядке. Дальше комментариев у меня нет. Второе. То, что антимонопольный орган в своем каком-то законопроекте собирается изобретателей признать монополистами – это ложь. Это ложь, которая используется в публичной среде для того, чтобы люди, не совсем знакомые с законодательством, подумали о том ужасном событии, явлении, которое их ждет. Ясно совершенно, что обладатель чего-то, большой доли на рынке, патента, изобретения, не является никаким злым, он не является монополистом. Алексей Сергеевич сам преподает или преподавал раньше, не знаю, вопросы, связанные с конкуренцией, с антимонопольным, то ли правом, то ли экономикой, и должен вообще-то знать о том, что в России никто не запрещает доминирование на рынке, никто не запрещает монопольное обладание чем-то. Запрещается только одно – запрещается злоупотребление этим правом, так же, как злоупотребление любым иным правом. А что? Недопуск дженериков на рынок страны – это не злоупотребление правом путем индивидуальных действий или заключения соглашений с кем-либо. А что? Патентное тролльничество, когда люди собирают патенты, скупают их и не дают развиваться этим бизнесом – это не против интересов большинства людей. Поэтому мы считаем, что некая связка между тем, что называется права интеллектуальной собственности, и конкуренция, она всегда существует. Если вы посмотрите на опыт зарубежных стран, то если бы этой связки не было, то не было бы дел в отношении Гугла, не было бы дел в отношении Майкрософта, не было бы миллионных и миллиардных штрафов в отношении компаний, которые сознательно запрещают въезд в страну дешевых медицинских препаратов. И это происходит не только в таких странах, как Корея, например, но и, например, в Италии. Буквально свежайший пример, когда в Италии оштрафовали на суммы больше, чем выигрыш от запрета применения этого препарата, некоторые международные транснациональные корпорации. И что касается правил недискриминационного доступа, правила недискриминационного доступа, с нашей точки зрения, могут применяться не только к субъектам естественных монополий. Правила недискриминационного доступа к компаниям, которые субъектами естественных монополий не являются, это своего рода сервитут. Вы знаете, что в гражданском законодательстве, в мировом, понятие сервитутов уже несколько тысяч лет, они были еще в Древнем Египте известны, когда некими объектами можно было пользоваться всем и публично, или, по крайней мере, пользоваться на равных условиях. И здесь речь не идет о каких-то принудительных условиях ведения бизнеса для каких-то компаний. Речь идет о том, что в определенном законодательстве порядке будут определяться те самые равные правила для всех по доступу к ограниченным ресурсам. Если вы посмотрите на логику развития правил недискриминационного доступа в законодательстве, то она именно такова. Мы начали его с узкой сферы, вот той самой услуги, которую оказывает естественная монополия, например, газовая труба или транспортировка электрической энергии. Теперь, после третьего пакета антимонопольного, так называемого, эти правила расшились и для других инфраструктурных объектов, коими обладают эти естественные монополии. И сейчас, я думаю, должен наступить и следующий шаг, если компания при соблюдении определенных качественных условий, когда она стабильно занимает высокую долю на рынке, и никто не предвидит, что эта доля снизится, все равно нет к кому будет обратиться, кроме как к этой компании, потребителям. Для них должны применяться соответствующие рода правила. Я не вижу в этом ничего страшного, я не вижу в этом ничего опасного для компании. Андрей, вот вопрос, который прозвучал в числе вопросов. Поддерживаете ли Вы исключение малого бизнеса вообще из ведения антимонопольных органов? Я считаю, что применение исключений в зависимости от размера предприятий, оно настолько же необосновано, как применение исключений в зависимости, например, от организационно-правовой формы бизнеса или от национальности предпринимателя. Мы рассматриваем исключительно обстоятельства конкретных дел. Если субъекты малого предпринимательства, сговорившись между собой, установили цены на торгах для государственных нужд, это наши клиенты. И мы здесь не будем смотреть, кто они, маленькие, средние или большие. Если рынок локален, и если не поедет мама с ребенком из города Усть-Ордынска или откуда-то в город Кызыл, не поедет, она его будет здесь на батуте катать. Это значит, этот локальный рынок, это значит, на нем также точно может произойти ограничение конкуренции, как и при взаимоотношениях между крупнейшими российскими компаниями из первого десятка Forbes. Разница для нас. То есть вопрос двух батутов вы по-прежнему считаете достойным внимания? Вопрос двух батутов, естественно, не достоин нашего внимания только при одном условии. Но заслужил же, было сделано. Но это дело, оно уже четыре года ходит по всем, ну не по всем, а по определенным средствам массовой информации и высказывается некоторыми гражданами на разных публичных мероприятиях. На самом деле наши специалисты смотрели это дело, и суды смотрели это дело. И как вы знаете, сейчас, может быть, уже после выступления господина Ульянова, это дело прекращено по малозначительности. Не в связи с отсутствием правонарушения, а в связи с тем, что оно малозначительное. Это действительно так. С этим я совершенно согласен. Так может быть не стоит вообще такие дела заводить? Может быть и не стоит. Мы, честно говоря, с радостью смотрим на наших зарубежных коллег и с завистью смотрим на них. Когда они могут разговаривать о приоритизации, они говорят, вот в этом сезоне мы выбираем вот такие-то сферы, на них концентрируем свое внимание и будем там жестко пресекать нарушения закона. А вот эти сферы, в них ситуация попроще, мы пока там подождем. Мы в силу норм нашего законодательства, причем не только антимонопольного законодательства, но и вообще и законодательства об административных правонарушениях, административного права в целом. Лишены такой возможности. Мы обязаны ответить на обращение каждого, кто к нам обратился. И вот наши, ну даже оппонентами назвать их не могу, но вот люди, которые с нами иногда разговаривают на этой теме, они приводят цифру. Дескать, вот у нас там 40 тысяч дел, 4 тысячи дел, но забывают при этом еще одну цифру. У нас из тех 8, если мне не изменяет память, тысяч дел по нарушениям антимонопольного законодательства, по тем же нарушениям антимонопольного законодательства мы получаем около 16 тысяч жалоб. То есть ясно совершенно, что каждая жалоба подлежит внимательному рассмотрению. И только в том случае, если мы видим там признаки нарушения закона, мы возбуждаем дело и рассматриваем его. А дальше, если кто-то с нами не согласен, он естественно имеет право обратиться в суд. И я не могу не приветствовать ту практику, которую сейчас применяют суды, когда в определенных случаях снижают наказание, причем иногда даже ниже нижнего предела, поскольку на то есть воля Конституционного суда Российской Федерации, который обязал нас учитывать финансовое положение тех или иных участников рынка, когда мы назначаем наказание. Но отнюдь не исключил их из сферы применения закон. Я считаю, что ни для кого не должно быть сфер, закрытых от закона. Спасибо, Андрей. Вадим Живулин, Минэкономразвитие, должен нас покидать. Но, может быть, есть какое-то финальное слово или, может быть, вопрос к Вадиму от зала? Я вижу, есть вопросы. Пожалуйста. Да, Вадим, вот даже не вопрос, а такое, как небольшое обсуждение с Вами. Во-первых, очень много интересного Вы рассказали о тех мероприятиях и процедурах, которые Вами были сделаны. Собственно, что мне вообще очень отличные просто процедуры, но что мне из этого не нравится? То, что Вы сказали, я об этом, например, никогда не слышал. Вот тот же сайт Regulation GoFru, много людей слышали о нем до этого, что там можно оставлять свои пожелания. Я думаю, что таких людей просто не очень много. То есть хотелось бы, чтобы вот все эти начинания, они лучше доносились до бизнеса. Телевизионную рекламу Минэкономразвития почему не даете? Спасибо большое. Нет, даже не телевизионная реклама. То есть бизнес, условно, в тех же налоговых органах. То есть хотелось бы, чтобы все это доносилось. Люди об этом не знают. Спасибо, коллеги. На самом деле упрек или претензия, я бы сказал, принимается. Несмотря на то, что мы очень много сегодня стараемся делать для того, чтобы популяризировать процедуру РВА и вообще вот эти новые технологии в работе с нормативными правовыми актами, действительно вот тот запас незнания на этих вещах, он еще достаточно серьезный и не все успели с этим ознакомиться. Что хотелось бы, вот смотрите тоже, на что хотелось обратить внимание. Мы специально для того, чтобы эти вещи были наиболее популярны среди широкого круга участников, бизнеса, в обиходе возникали. Мы завели страничку в Фейсбуке. Сегодня говорили, что есть в Ютьюбе или в Твиттере аккаунт. Вот мы завели страницу в Ютьюбе. На презентации есть полный адрес. Фейсбук, департамент ОРВ. Там есть самые последние новости о процедуре ОРВ. Там есть ссылки на наиболее резонансные решения, проекты. Ну а мы с своей стороны подумаем, каким образом можно еще более популярно рассказывать об этой технологии, об этой процедуре. И тоже вот еще одна реплика. Скажу предельно откровенно, у нас сегодня более 500 компаний являются постоянными партнерами при проведении процедуры ОРВ. Это начиная от авиакомпаний, заканчивая компаниями по производству кондитерских изделий, пирожков, булочек и так далее. Тяжелая металлургия, нефтедобывающие и прочее, прочее. Но, конечно, этих 500 компаний не всегда достаточно для того, чтобы максимально агрегировать мнение рынка. Я думаю, что желающих участвовать гораздо больше. У меня предложение следующее. У меня предложение следующее. Если есть свежие и такие бодрые идеи по поводу того, как можно было бы дополнительно в адрес предпринимателей эту информацию распространять, мы готовы. Хотите, будете там таким проводником. Давайте контактами обменяемся. Да, конечно. Контакты вот были на слайдах. Свои личные контакты готов оставить. Просто очень спешу. Сейчас оставлю визитную карточку. Пожалуйста, обращайтесь по любому поводу. Приношу извинения за то, что вынужден убежать. Глеб, Андрей, коллеги, спасибо за интересный круглый стол. Было действительно интересно. И столько накопилось вопросов и интересных тем для обсуждения. К сожалению, вот этого нашего круглого стола не хватает для того, чтобы еще много-много всего обсудить. Большое спасибо, друзья. Спасибо большое, Вадим. Спасибо вам за участие. Я хочу добавить касательно того, знают ли наши предприниматели о существовании Regulation Gov.ru, участвуют ли люди. Я замечаю обратный эффект. Когда выносишь на обсуждение какие-то вещи, мы в рамках оси, в рамках дорожных карт тоже выносим на обсуждение те или иные вещи. Вот федеральный закон, вот он готовится. Пожалуйста, приходите, подключайтесь. Да что там, федеральные законы. Недавно Федеральная налоговая служба объявляла, дайте обратную связь по сайту Федеральной налоговой службы. Уж сайт – это гораздо проще, чем федеральный закон. Это то, чем все пользуются. Это то, где у тебя может быть личный кабинет налогоплательщика. Это то, что легко оценить. То есть не надо быть юристом, чтобы оценить, удобен сайт или неудобен. И мы получили очень мало комментариев. И видно, что активность людей в своем... But we saw that the activity of people could be much higher. Therefore we have some two-way process, which is so essential. We have several minutes left, Андрей. Just a few... Хотел тоже небольшой комментарий сделать. Опять же, без рекламы, но случилось так, что вот проблемами, связанными с развитием малого бизнеса, занимаешься уже почти 25 лет. И вот та система государственной поддержки малого бизнеса и то законодательство, которое появилось в начале 90-х годов, оно не без моего участия появилось, без лишней скромности могу сказать. И я могу сказать, что я всегда достаточно цинично относился, вот сейчас назад оглядываясь к этой теме. Я считаю, что если предприниматель говорит, а откуда же я могу об этом знать, вот почему я не знаю Regulation.ru? Он не знает Regulation.ru, потому что он не удосужился об этом узнать. У меня нет другого ответа. Если ты занялся бизнесом, если ты взял на себя ответственность за жизнь и судьбу своей семьи, да, не получая зарплату каждый месяц, а вырывая ее, что называется, зубами у своих контрагентов, потребителей и так далее, значит, ты должен все это знать. Ты обязан это знать, ты обязан это уметь, ты обязан отслеживать все возможные риски, которые тебя окружают в этом непростом мире, в котором очень много конкурентов и прочих доброжелателей. Спасибо, Андрей. Нельзя водить предпринимателей на помощь. Ну, нельзя. Спасибо. У меня вопрос к Деннису и к Тапио в Финляндии, в Литве. Вы как-то предпринимателей призываете, агитируете, рекламируете возможность подключаться к разработке законодательства или к оценке законодательства? Есть какой-то рекламный ролик на телевидении? Заходи на сайт, оставляй свой отзыв. Если да, то в каких формах это происходит? У нас есть несколько инструментов, и одно из них в наших административных положениях у нас есть такое положение, что мы обязаны консультироваться с бизнес-сообществом при любом внедрении законодательства. И это самый важный способ для того, чтобы получить мнение из разных уровней бизнеса, сфер бизнеса. И не всегда они аплодируют нам, они дают нам и комментарии. Но я хотел бы отметить следующее, что законодательство – это всегда вопрос, попытка найти, скажем, какой-то баланс между интересами различной группы. Мы, скажем, мы как брокеры, мы определяем какие-то качественные требования, которые предыдущее наше правительство было слишком либеральным. Оно открыто для мырка. Мы сейчас говорим, нет, это нельзя так продолжать. Мы не можем позволять всем заниматься, скажем, услугами и товарами, потому что мы видим, что иногда некоторые люди уходят от уплаты налогов, скрывают истинное положение дел. Поэтому нужно балансировать таким образом, чтобы существовала и конкуренция, и, скажем, чтобы нашему и налоговому органу было чем заняться. Но в Финляндии также, думаю, что вы можете все законы найти в интернете, всегда это доступно. Есть агентства государственные, которые обязаны публиковать все законодательные акты. И думаю, что в Литве то же самое. И поэтому и во всех областях общества все законодательные акты, они в открытом доступе, и мы привлекаем сообщество. Здесь нет никаких волшебных решений. Прозрачность сама порождает вот такую среду, и ее нужно поддерживать. Разные страны на разном этапе внедряют эту систему, но пока это положительный процесс для всех. Я сделал для себя, я надеюсь, это пригодится всем. Два таких основных вывода. Первый вывод, который я вижу, очевидно, важна и нужна некая, скажем так, система проектирования реформы. Потому что мы говорим о каких-то разрозненных действиях. У них есть нормативный акт, эти люди его обсуждают, эти люди его принимают. И мы не чувствуем целостного процесса от момента, кто и по каким основаниям инициировал это. Вадим в своем докладе очень характерно показывал рост количества этих инициатив, этих нормативных актов. Вопрос, нужно ли их так много, и у кого так сильно зудит такое большое количество их предлагать. Может быть, это не нужно. Может быть, мы только усложняем жизнь предпринимателям тем, что слишком много новых норм вводим. То есть от момента, весь жизненный цикл новой реформы, от момента того, кто вправе придумать и инициировать этот нормативный акт, кто каким образом его обсуждает, кто каким образом его выносит на regulation go.ru. И не только это, а, например, проводит фокус-группу, делает телерекламу, подключись, пожалуйста, к обсуждению закона, чтобы быть уверенным, что люди действительно подключились. И в конце, как мы проектируем, например, автомобиль, мы проектируем его до стадии утилизации. То есть мы должны понять, через 5 лет, когда этот автомобиль продадут, кто его будет утилизировать, как его разберут на гайке и насколько эти гайки будут применены в следующем автомобиле. Для нормативного акта мы тоже должны понимать момент утилизации и понимать момент, когда он выйдет из строя. И вот этот принцип, который прозвучал в выступлении Вадима, one in, two out, это гениально, если удастся это внедрить. То есть, действительно, если каждый новый закон или акт будет обязательно сопровождаться упрощением существующей системы и убиранием какой-то части нормативных актов, которые есть. Вот это первый большой блок проблем, который я сегодня увидел, и по которому мы еще не получили ответов, но получили некоторые направления для размышления. И второе, это, конечно, вопрос коммуникации. И в том, что я услышал от наших российских гостей и от наших зарубежных гостей, вопрос коммуникации не просто принять нормативный акт, но объяснить, донести, сделать YouTube-канал, сделать Twitter, сделать телерекламу, чтобы люди действительно это услышали. Это совершенно не банально. Я приведу простой пример. Как-то в Нью-Йорке, включив в гостинице рекламу, я увидел очень красивый рекламный ролик. Инвестирую в Нью-Йорк, 10 лет полного отсутствия налогов. Приходи. Какой-то очень простой сайт, типа investny.com, что-то в этом роде. Я зашел на этот сайт и, начав читать все маленькие звездочки, я увидел, что не совсем без налогов, и не совсем на 10 лет, и надо создать бизнес в конкретных кампусах, при конкретных университетах, а не где попало, и надо обязательно создать рабочие места. И вот тогда, ну, в общем, смысла никакого не осталось. То есть нашу упрощенку за 6% гораздо выгоднее создать. Но я услышал, я зашел на сайт, я заинтересовался темой «Создай бизнес в Нью-Йорке». Вот если мы также будем подавать наши нормативные акты, наши новации, наши электронные подписи, наши электронные сервисы, то тогда это действительно будет работать. И, к сожалению, вот этот разрыв, который мы сегодня очень четко увидели, бизнесмены, которые хотели бы об этом услышать и хотели бы к этому подключиться, и госорганы, которые хотели бы, чтобы их услышали и чтобы бизнес к этому подключился, этот разрыв надо сокращать. И я очень признателен нашим гостям и нашим участникам круглого стола, зрителям, за то, что мы сегодня с вами потратили полтора часа нашего ценного времени, взаимного времени на то, чтобы сократить этот разрыв. Всем желаю успешной работы и в бизнесах, и в государственных органах. Спасибо.